Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. У мужа от первого брака двое детей. Дочери одного 25 и 23. Одна уже замужем и дети. У нас немаленький ребенок до двух лет. Он настаивает на общении старших детей с ним. Бывшая жена миллион раз не угрожала самыми страшными расправами. И семья его не уводила. Мы познакомились, как он был разводом. Так вот, я против любого общения с бывшей семьей. Не хочу, чтобы мой ребенок видел с его дочерьми и попал на глаза к его бывшей жене. Имеет ли место моя позиция? Он называет меня ненормально. Говорит, все так живут. Ну, здесь, во-первых, стоит сказать, что вы боитесь, конечно. Вот, в целом. Так как у вас есть страх. Вот. То есть, ну, в целом, вы, вот, в таком достаточно тревогном, получается, находитесь в состоянии. Вот. И, как мне кажется, он в первую очередь имел бы как-то вот смысл, да? Постараться понять и увидеть, а чего, собственно. Вы боитесь, если вы думаете, что его бывшая жена, ну, его бывшая жена, если вы думаете, что... Ну, обязательно что-то сделает вам, допустим. Ну, вот, что-то сделает вам, например. То, не кажется ли вам, что, ну, она бы уже давным-давно бы что-то сделала. То есть, как бы, тот, кто угрожает, тот, в принципе, наверное, гораздо меньше что-то делает. Ну, потому что именно, вот, угроза, как бы, есть. Вот. И, на мой взгляд, вы боитесь, может быть, может быть, вы боитесь немножко другого, да? А, вы боитесь, что ваш муж от вас, например, уйдёт, или вы боитесь чего-то ещё такого. Вот. То есть, вам бы как-то вот этот момент, ну, лучше бы немножко, вот, поисследовать, да? Что касается угроз, то это нужно решать, ну, больше, наверное, в таком вот правовом, как мне кажется, поле. Вот. То есть, поле именно правов, а не поле смеи. Вот. Потому что ваш муж, он, как бы, может рассчитывать, и, может, надеяться, что его дети будут, ну, как бы, вот, между собой общаться. Это, вот, так или иначе, позиция, ну, нормально. Вот. А вы, как бы, ну, с запретами просто, вот, в данном случае, всегда, вот, ну, просто дискредитировать. Вот. И, как бы, к сожалению, это ничего хорошего вам не дарил. То есть, вам бы для начала запредметить свой страх, да? То есть, чего вы вообще боитесь? Сначала, когда это постараться увидеть, а потом ещё, как-то, вот, можно будет говорить о том, что вам делать, как бы дальше. Вот. А сейчас просто, вот, вы, ну, сейчас вы просто боитесь, просто говорить, что жена угрожала и так далее, да? Ну, типа, угрожала, угрожала. Вот. Ваш муж, он, как вообще, вот, ну, воспринял-то то, что вам, вот, она угрожала, грубо говоря. Как она, как, как, как ваш муж, вот, в целом-то к этому, как бы, отнесся, что она угрожала, вот. Как бы, ну, например, опять же, опять же, вы, ну, знаете ли вы, как, как, как бы, вот, пустили ли её угрозы или нет, да? То есть, как бы, вот этот момент, он, на мой взгляд, достаточно важен, вот. То есть, достаточно важно это, вот, как это определить вам, да? Вот. Потому что, если угроза, там, ну, грубо говоря, угроза, если её угроза реальна, да? Вот. Это, как бы, одно дело совсем. Если, там, её угроза, это просто слова, да? Пустые слова. Это другое дело. Немножко. Пусть упадут. Понимаете? Вот. Поэтому вам нужно, вот, на мой взгляд, как-то вот этот момент несколько... Понятно. Вот. Ну, вот, как бы, то, что вы оправдываетесь. Ну, в смысле, вот, как бы, вы говорите, да? Ну, это говорит о том, что вы себя, вот, как-то, вот, виноваты чувствуете в данном случае, ну, в данном контексте вы себя чувствуете виноваты. Вот. Если вы себя, если вы себя, вот, чувствуете виноваты, да, то, что понятно, что вы пытаетесь, как-бы, не сталкиваться с тем, что вину, ну, ну, с тем, что может вызывать у вас вину. Вы пытаетесь это делать. Но, как бы, правда в том, что, вот, с виной, да, если она есть, если она, вот, у вас присутствует с чувством вины, да, вот, то с ним нужно, ну, поработать с чувством вины. Потому что сама по себе, она, ну, как бы, никуда не уйдет, да, она не ищет. Если вы, ну, как бы, вот, чувствуете, что, ну, грубо говоря, за что-то виноваты перед, там, там, перед, ну, перед его быть. Вот. Вот. Понимаете? Как раз так. Поэтому, вот, очень важно этот момент вам зафиксировать, вот, для себя. Вот. И, как-то, как-то, вот, не... уделять ему, ну, больше внимания, да, чем, чем нужно, ну, чем нужно. Понимаете? Сейчас, вот, пока что, на данный момент, как мне кажется, именно это вы, именно это вы делаете. Вот. Вот. То есть вы пытаетесь обожать, вы пытаетесь как-то, вот, запретить, а, значит, общению, а у вашего мужа, ну, его, как бы, ну, ценности, вот, немножко свои, да, немножко другие ценности. Вот. И, соответственно, они здесь сравнятся. В том числе, вот, в том числе, может быть, а, потому что вы не говорите друг с другом на, вот, в том языке, допустим, чтобы понимать друг с другом, как бы. Вот. То есть вам, вы не слышите, вы не слышите друг друга, вот. А нужно услышать друг друга, ну, постараться, по крайней мере, услышать друг друга. Вот. Поэтому я бы рекомендовал бы вам, вот, как бы, вместе со своим мужем, да, обратиться к психологу, вот, к семейному. Вот. Именно, вот, именно к психологу обратиться. Вот. И, как-то, вот, преследовать этот аспект. Вот. Вот. И поговорить, как-то, вот, ваши обиды, которые, ну, которые у вас, вот, накопились, там, вот, грубо говоря, за, вот, ну, вот это вот время, что вы в этой ситуации находитесь. Вот. 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 Вам, вам крайне желательно увидеть, что вы не принимаете честь мужа, там, если вы его дети, как бы, честь мужа, честь вашего, ну, человека, там, любимого. Ну, вот. Вроде, вроде как, любимого человека, честь. Вот. Вам нужно увидеть, что вы сейчас не принимаете честь своего мужа. Ну, вот. Делаете вы из-за, делаете вы это из-за того, что, вот, тень, бывшая, да, ну, его бывшая жениц тень, ну, как бы, вот, все время над вами, как бы, вот, нависает, вот, и не дает вам, ну, вот, как вам кажется, да, не дает вам, спокойно жить, вот, это не совсем так, вот, потому что в основном дело именно связано с вашей самооценкой, вот, самооценкой, вот, то есть именно вот тем, как вы к себе относитесь, да, насколько вы себя, грубо говоря, ну, цените, вот. И, соответственно, если у вас, вот, с этим есть определенные сложности, да, если у вас, вот, с этим есть определенные, как бы, проблемы, то, конечно, конечно, вот, вы будете пытаться убрать эту игру, которая присутствует. Не замечая, при этом, того факта, что вы наступаете на личные границы своего мужа. Возможно, потому что вы позволяете наступать на свои границы, вот, потому что, ну, например, вот, угрозы, допустим, угрозы, вы оставили, вот, как бы, ну, просто так, да, то есть, ну, вам угрожает, как бы, и все, и вы, вот, оставили это, и ничего с этим не сделали, не отреагировали никак, вот, понимаете, да. С другой стороны, есть опасения за ребенка вашего, вот, и это опасение, оно достаточно, как бы, ну, обоснованно, потому что была угроза, вот, со стороны, как бы, его жены, и вам нужно здесь четко, вот, как бы, свою позицию. Надо учиться иными словами искать компромисс, вот. Сейчас вы компромисс не ищете, вот, вы сейчас не нацелены на то, чтобы искать компромисс. Вы сейчас больше, на мой взгляд, нацелены именно на то, чтобы бороться, бороться с женой, бывшей мужа, с мужем и так далее, вот. Может быть, вы думаете, что ребенка вашего отберут, может быть, вы еще что-то думаете, ну, не так это, в данном случае, важно. Как мой коллега вот сказал, да, ну, совершенно, как мне кажется, справедливо, да, что вот вас истребуют. Как бы, я не совсем понял, кто с кем, как бы, хочет общаться, да, то есть, либо отец с своими детьми, либо он хочет, чтобы ваш ребенок общался с его детьми, но это, как бы, желание вполне естественно повторится. Главное, чтобы вы, чтобы вы сами позаботились о том, чтобы он защитил, как бы, от своей жены, ну, вас, грубо говоря. Это вот, на мой взгляд, является необходимым. А это, согласитесь, позиция, как бы, ну, несколько другая, чем, по которой вы, вот, показываете. Потому что, вряд ли вы, как бы, имеете что-то против общения своего сына именно с дочерьми, вот. А жена это другое, и необходимо поработать с личными границами здесь, вот, и с вашей уверенностью в себе и страхами, вот. А также, над отношениями с вашим мужем, вот. Чтобы это не влияло на то, что происходит уже по отношению к детям. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.